В этот день 26 июля родились Александр Козлов, легендарный советский разведчик в гитлеровской Германии. Его история легла в основу советских фильмов «Путь в Сатурн. Конец Сатурна». Биокимик Борис Збарский. Борис родился в Западной Украине в семе строкового агента. Еще на школьной скамье он примкнул к партии эсеров, и за хранение крамольных листовок был отчислен из гимназии, которую позже окончил экстерно. Высшее образование физико-математического факультета Збарский получал уже в Женеве. Вернувшийся на родину ученый наладил производство формалина для армии, занялся заводскими разработками наркозного хлороформа и по приглашению вдовы промышленника Саввы Морозова стал управляющим уральскими химическими заводами. Но потом грянула революция, которой пригодились знания и эксперименты Збарского в области бальзамирования. Успешно применив их на теле Ленина, Збарский стал руководителем лаборатории Примом Золеи, а также исполнил ответственную миссию по транспортировке мумии вождя во время войны в Тюмень. В Мавзолее тело 17 лет лежало неподвижно, а тут его надо было везти и на машине, и несколько суток поездом. При Мавзолее оно сохранялось при неизменной температуре 16 градусов, а 3 июля на улице была адская жара 37 градусов в тени, вспоминал Збарский. Неудивительно, что за успех секретного мероприятия Збарский был награжден всеми возможными правительственными наградами, однако конец его земной жизни был не таким радужным, как мог быть. В 1952 году академик был арестован на год. Точные причины его тюремного срока до сих пор остаются неизвестными, но, как утверждал сын Збарского, его обвиняли в том, что он германский шпион. Дела он не видел. Вскоре после освобождения Збарский умер, оставшись в политической истории главным ученым объекта номер один, то есть Мавзолея Ленина. В этот день, 26 июля 1648 года, царь Алексей Михайлович повелел боярину Адуевскому с несколькими помощниками свести воедино все прежние законы. На эту гигантскую работу отводился всего лишь год. Ее итогом стало знаменитое соборное уложение. 26 июля 1730 года императрица Анна Ювановна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который впоследствии получил название «Царь-колокол». 26 июля 1721 года было принято постановление пленума ЦК РКПБ об отношении к нарушениям пункта 13 программы и постановки антирелигиозной пропаганды, согласно которому членство верующих в партии допускалось лишь в исключительных случаях. «Борьба против религии. Борьба за социализм» – так гласил заголовок на советском плакате, призывавший пресечь на корню любые ростки религиозности в стране. Под особым контролем оказывались люди, собиравшиеся вступить в партию. Для них было разработано ультимативное постановление – прекратить связь с церковью, какого бы то ни было вероисповедания и исключить их из партии, если они этой связи не прекращают. Исключение допускалось только для патриотов, доказавших свою преданность революционным идеям, готовых в будущем отказаться от своих убеждений, а также для лиц, чьи экономические или семейно-бытовые условия ставили их в тесную зависимость от окружающих, не порвавших с церковью. Например, крестьян или участников венчания или похорон. Постановление подписала политическая верхушка страны – Ленин, Каменев, Троцкий и фанатичный атеист Калинин, чье указание Дзержинскому совершенно секретно гласило. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, беспощадный и повсеместно, и как можно больше. 26 июля 1951 года на раскопках в Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота. Сейчас уже найдены десятки тысяч подобных реликвий. 26 июля 2000 года российский космический модуль «Звезда» составил МКС. Происходило рождение Международной космической станции. Основная начинка модуля «Звезда», именовавшаяся «Мир-2», была завершена еще в 80-е годы и должна была стать ядром новой советской космической станции. Однако страна Советов исчезла с лица Земли, а прежний проект стал ядром Международной космической станции. Еще в 1998 году на орбиту был выведен модуль «Заря», изготовленный в России. Вскоре к нему пристыковался американский «Юнити». Полтора года спустя с ними воссоединился модуль «Звезда». Так звено за звеном начали собирать МКС. Первоначально «Звезда», заряжавшаяся двумя солнечными батареями, была главным модулем для выполнения рабочих функций и жизнедеятельности экипажа. Позднее модуль был заменен более современными разработками. В настоящее время «Звезда» не сошла с орбиты и продолжает эксплуатироваться. Однако отпраздновать свой 25-й день рождения в космосе ей все-таки не удастся. «Звезду» планируют вскоре потушить. Таким был этот день 26 июля.